Привет, с вами Orange, это новостная передача InFresh, но давайте без лишних слов погнали! Знаете, в этом мире определенно существует волшебство. Как еще можно объяснить замечательные сериалы Marvel, такие как Сорви голова, Джессика Джонс, Лю Кейдж, Железный кулак, грядущую экранизацию Деснота, буквально спустя месяц она выходит, и, конечно же, анонсированный сериал по Ведьмаку. Если вы еще не поняли, я, конечно, говорю о Нетфликсе. И сейчас появилась информация, что они хотят экранизировать сногсшибательный комикс Академия Амбрелла. Комикс от издательства Dark Horse вышел в 2007 году. Художником выступил Габриэль Ба, а сценаристом выступил фронтмен группы My Chemical Romance Джерард Уэй. У них получился действительно интересный и безбашенный комикс. Пришелец под маской миллиардера усыновил семерых детей с суперспособностями, чтобы потом сделать из них мстителей. Когда дети выросли, команда распалась, но, конечно, им снова придется работать вместе ради спасения планеты. Согласен, завязка комикса звучит очень трэшово, но я вам рекомендую ознакомиться с Академией Амбрелла. Мне она лично очень понравилась. Хоть местами, да, действительно кажется, что автор писал ее под чем-то. Принимать наркотики и потом весь день нормально работать? Нет, ну а как еще работать нормально? Скорее всего, официальный анон сериал состоится на грядущем Комиконе. А теперь поговорим о спауне. Если вы не знаете, что это за персонаж, я сейчас постараюсь быстро объяснить. Представьте, что будет, если взять Карателя, Венома, закинуть их в ад. Там у них родится, не знаю уж каким образом родится ребенок, но представьте, что он родился. Потом этот ребенок сбегает в наш бренный мир и начинает валить гадов направо и налево, попутно где-то спер волшебный красный плащ. А, да, и важной особенностью будет сказать, что его лицо... Вот, блин, ну и рожа у тебя. Походу, как будто лепрекон трахнул лицо Фредди Крюгера. Да, спасибо, совершенно верно, как он и сказал. Все именно так. Так. Создатель персонажа Тодд Марк Фарлей объяснил журналистам, почему же фильм о спауне так долго не может сдвинуться с мертвой точки. Черновой сценарий уже давным-давно готов. Однако ни один из продюсеров, который видел сценарий, им не заинтересовался. Насколько я понял, здесь проблема кроется не в плохом сценарии, а в том, что Тодд хочет выступить как сценарист, режиссер и продюсер данного проекта. А, как вы понимаете, это очень рискованно, когда только один человек будет управлять огромным крупным проектом. Поэтому многие отказываются. Но Тодд, на самом деле, уже нас порадовал. Он сказал, что на грядущем Комиконе будет какой-то анонс, связанный с ребутом спауна. Так что, в принципе, уже скоро, я думаю, появится какая-то более интересная и подробная информация касательно грядущего ребута. И напоследок порадую вас двумя интересными слухами по киновселенной DC. Хафтер Бьернс, он более всего известный зрителю своей ролью Григора Клигана или в «Простонародье Гора» в сериале «Игра престолов». Возможно, рассматривается студией Warner Bros. на роль суперзлодея Бэйна в грядущем «Отряде самоубийц 2». С его внушительным ростом и огромной мышечной массой он определенно будет очень круто смотреться в роли классического Бэйна. Также есть слух, что Энди Серкис, которого мы с вами можем знать по таким замечательным ролям, как голый, озабоченный кольцом парень, огромная обезьяна, маленькая обезьяна. В грядущем сольном фильме об этом невозможно именно он исполнит роль Пугала. Что, на мой взгляд, очень круто, потому что даже с маской на лице этот актер сможет действительно показать нам офигенную актерскую игру через свою шикарную пластику тела. Я уже представляю, как он органично сочетается с актерским составом сольного фильма о Бэтмене. А что об этом думаете вы, пишите обязательно в комментариях. Всех убить и сбежать? Простите, эти голоса. На этом видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, то почему бы не поставить палец вверх и не рассказать о канале друзьям. Тем самым вы очень поможете каналу. Я напомню, что новое видео выходит либо в четверг, либо в пятницу, каждую неделю. Ну все, давайте, пока! Субтитры сделал DimaTorzok